Всем привет! Сегодня обсудим самые актуальные новости NFT игр. А для начала хочу порекомендовать свой телеграм-канал про инвестиции в интернете. Много информации про NFT, фарминг, стейкинг и многое другое, связанное с криптовалютами. Ссылка на него будет в описании под видео. А начнем мы с плана Twins & Debt. В субботу закончилась неделя повышенной награды за полив мирового древа. За эту неделю большинство игроков смогло заработать на свое первое NFT растение. И это сказалось на ценах на маркетплейсе. Сейчас мы перейдем к маркетплейсу. В среднем NFT со вчерашнего дня потеряли в цене до 30% в ПВО токенах. На данный момент остался один бонус с четырьмя семечками за общий полив мирового древа более чем на 50 миллионов. Вчера полить до такого количества не удалось. Будем следить дальше. Также как можно посмотреть, сейчас самая минимальная цена растения 25 ПВО. Еще вчера самую минимальную цену ставили по 35 и она довольно таки быстро расходилась. Ожидаю дальнейшего падения, так как количество NFT растений у игроков будет только расти. NFT растения, несмотря на довольно большое предложение сейчас, продаются довольно быстро и разбирают все. От обычных до редких растений. Следим за дальнейшим развитием игры и кольцом ПВО, который сейчас, как и весь рынок, переживает не лучшие времена. Также игра сейчас находится на тех работах и в ближайшее время админы уже должны открыть игру для всех игроков. И мы снова сможем в нее играть. Паган Гатс. В недавнем видео обсуждали минусовое EID этой игры. На данный момент карточки упали в цене на 20%. Также сегодня можно будет выводить заработанные токены FUR и продавать их на бирже Anonoma. На данный момент курс на Anonoma, официальной биржи игры, ниже курса, чем на EID на 10%. Будем надеяться, что эта игра еще проявит себя и это не конец ее. Также из небольших заметок, фур с походов больше всего дают ночью и вечером. Днем начисляют самое минимальное количество фур. Теперь перейдем к Ванаке. Пару дней назад вышел официальный кейлер игры. Реализована она как стандартная ферма, а игру уже успели прозвать вторым ПВО. На данный момент токен проекта неплохо вырос. Вчера его обозревал испанский блогер с 200 тысяч на аудитории. И курс сразу подскочил до 4 долларов 60 центов. Или более чем на 60% с нашего входа. На данный момент цена токена 4 доллара 20 центов. Также 26 числа начнутся продажи земли в игре. Это может очень хорошо сказаться на курсе монеты. Учтите это. Сам токен мы брали по 2 доллара 70 центов. И несмотря на вообще падение рынка, он держится очень неплохо. И в принципе ждем дальнейшего роста и развития этой игры. Монстр инфинити. Состоялся листинг игры на PancakeSwap, Gate и Dodo. Цена на Ида была 0,2 доллара или 20 центов. На данный момент торгуется в 11 иксов от Ида. Что принесло ранним инвесторам, попавшим в white list, очень много прибыли. Также в конце сентября должен состояться запуск игры. Что должно хорошо сказаться на курсе монеты. Но стоит быть осторожными, так как 30 сентября разблокируют 25% монет. И в моменте это может сказаться на курсе. А 12 октября должен состояться запуск маркетплейса. Когда уже можно будет купить своего монстра. В принципе также будем следить за событиями и покупать токены по возможности перед ними. На этом в принципе все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока.